Микс Ньюс Микс Ньюс Тут вопросы могут разделиться, я понимаю, что у наших, может быть, слушателей тоже будут вопросы, и поскольку мы будем касаться и каких-то политических, бытовых тем об устройстве коммунальных, я думаю, что обязательно они тоже всплывут. Вот 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Но сначала, может быть, начнем с легкого, с искусства. Правда ли, что первые два аккорда вам показал Александр Галич на гитаре? Правда, но не два, а три. Аж целых три аккорда. Но был очень недоволен, потому что гитару мне отец принес в бильярдную, и гитара была шестиструнная. А Галич играл на семиструнной. И он довольно пренебрежительно сказал, господи, что за молодежь на каких-то шестиструнных гитарах. Вот, это правда. Получается, что шестиструнные, это для него были более такие, я понимаю, эстрадные песни, а семиструнные, это вот настоящая бардовская, нет? Понятия не имею. Я абсолютно не выдавалась в подробности. Нам важно было доиграть партию. Бильярд. Я тогда, я не умела не играть, и мне в голову не приходило, что я когда-нибудь стану певицей, поэтому подарок этот папа принес. Это прелестная история. У меня нет немузыкального образования, и отец шел по Ленинграду и увидел огромную очередь. Помните наши привычки былые? Сразу вы вставали. Стоишь, да, надо вставать, на середине очереди выясняется, что дают. Что выбросили. До середины, да, он понял, давали гитару по 7 рублей. И с тех пор он меня так и учил. Он говорил, подарок должен быть эффектным, большим, но недорогим. И он мне купил гитару. Мне было 20 лет. Через год я с этой гитарой уже была в Израиле. А он рассчитывал, надеялся, что вы заинтересуетесь музыкой? Вы знаете, это были годы повального увлечения областью, в которой я не участвовала, не интересовалась никак. Но как только в руки мне попала гитара, потом с годами выяснилось, что я вот от природы, небо так распорядилось, я умею играть почему-то на любом инструменте. Абсолютно. Я на гитаре, на этой бренчала, не переставая неделю. И через неделю я уже довольно бойко аккомпанировала какие-то вот такие акынские напевы. Я годами, я приехал в Израиль, у меня о репертуаре речи не шло. Я умела петь и развлекать этим застолье. Что вижу, то пою. И это сохранилось до сих пор. Я мгновенно могу сочинить песню с рифмами, с музыкой. Хотите философскую, хотите ироническую, хотите развлекательно неприличную, пожалуйста. Ироническую, про радиоболтком. Про радиоболтком я песню сочиняла. Неужто я потом успею дописать? Но мне бы хорошо б, когда б мне было мало. А много ли всего бывает, но потом? Завтра, вы знаете, из рифмы, пожалуйста. А могу в виде романса, а могу в танго. Как скажете, так и сочиним. А музыка, а музыка откуда приходит? То есть она чужая или своя? Она как бы, она у меня внутренне шевелится, понимаете? Более того, это бы, вы знаете, у меня это одна из, конечно, я в Риге даже не пыталась это делать, потому что меня здесь не знают, но на концертах в Израиле люди готовят дома. У нас же половина народа пишет, буквально 10% читают, а остальные пишут. Пишут стихи, пишут воспоминания, пишут романы. Поэтому приносят на концерты листочки. И мне из публики выдают, и я сразу, ну я спрашиваю, вы хотите вальс, вы хотите что-то лирическое или танцевальное? И мгновенно пою. Это, ну, вы знаете, лет до 40 думала, что все так умеют, а кажется, только я. Ну, еще некоторые люди. А вот 20-летняя девушка, которая играла в бильярд с Галичем, она знала кто-то, ну вот понимала масштаб? Вы знаете, очень смутно. Это было в Репино, в Доме творчества кинематографистов. У меня папа документалист. И он меня на каникулы студенческие туда отправлял, как это было принято. И мы там болтались, студенты молодые. А в холле в это время по ночам Галич пел остальным. Мне в голову не приходило ходить слушать, я не знала. Я узнала, кто такой Галич. Поэт и гражданин уже в Израиле, вы не поверите. Мои первые песни, вообще я петь начала настоящие песни уже в Израиле, и года через полтора-два. То есть, кстати говоря, мы похоронены где-то под Нарвой, была одна из первых песен, я ее пела в спектакле. Есть такой театр, театр Хан в Иерусалиме, и там ставили на иврите, разумеется, пьесу о солдате Чонкине по Владимиру Войновичу. Меня пригласили вот тогда совершенно новоиспеченную певицу, которая копейки стоила, естественно. Это отдельная история, как я стала певицей, окончала химический факультет. Я начала работать в технеоне в аналитической лаборатории, как химик, получала какую-то стажерскую. Это даже не зарплата была, а что-то типа пособия. Певицей я стала, это довольно-таки забавная история, но правда в одночасье, мгновенно. Меня ею назначили. Каким образом? Кто это? Ну, понимаете, мы на заре нашей алии. Алия – это репатриация в Израиль. Алия – это на иврите значит восхождение. Потому что, например, в Израиль, особенно в Иерусалим, нельзя приехать или уехать. Можно подняться и спуститься. Глагол «приехать» и «уехать» не используется. Используется «подняться» и «спуститься». Алия – это восхождение. Алия – так называется эмиграция в Израиль. Потому что каждый, кто приезжает, он поднимается и над собой, и над судьбой. Кстати говоря, абсолютно логично, правда? И я была новой репатрианткой, уже где-то там в технеоне что-то. Это уже было, наверное, месяца 3-4. И у нас были такие… У тех, у кого есть высшее образование, я уже делала вторую степень по органической химии. И она у меня есть, кстати, будете смеяться. И у нас вот в моем коридоре на втором этаже приехал из Москвы гитарист после консерватории с изумительным образованием музыкальным, которого пригласили. А в Израиль тогда был очень бедной страной. Представьте, это какой-то 73-74 год. И сразу после войны судного дня. И тогда была традиция. Два раза в год делали так называемую аудицию, смотр для деятелей культуры. Из России, неважно, из Аргентины, кто откуда приехал. Потому что деятели культуры – вагон и маленькая тележка. Понимаете, у нас и шутки эти знаменитые. Если еврей из самолета в Израиль приехал без скрипки, это значит, что он пианист. Понимаешь, просто не тащит за собой. И надо было куда-то пристраивать. И собиралась так называемая вежмедомственная комиссия. Теперь представьте. Первый телевизионный канал появился в 74-м году. Еще черно-белый. Было три радиопрограммы. Ну, три радиостанции. Как бы вам объяснить, вещание было, но основная радиостанция была военная. Было 10 военных ансамблей. Было два театра. А куда пристраивать всю эту огромную команду исполнителей, декламаторов, актеров и так далее по списку? И он получил приглашение. Он гитарист, причем фантастического, конечно, класса и уровня. И ночью где-то в полодиннадцатого вечера он постучал ко мне в дверь и сказал, послушай, меня пригласили завтра в 8 я уезжаю в Хайфи. Технион в Хайфи. Мы в Хайфи были. В Тель-Авив на прослушивание. Я говорю, а что ко мне пришел? А он был с такой небольшой кипой пластинок. Он говорит, я принес местные песни, давай какую-нибудь песенку ты выучи. Ты все время бренчишь на гитаре. Я говорю, послушай, говорю, а я-то тебе зачем? Он говорит, ну как ты не понимаешь? Ты понимаешь, там по минуте на человека. Там каждое прослушивание все узнал. Говорит, 300-400 человек приезжает. По минуте на каждого. Я начну играть концерт Моцарта или Сарасаты. Меня оборвут сразу и дадут мне два концерта в год. А мне нужен кусок хлеба. А если ты будешь что-то пить, то я покажу, что умею аккомпанировать. Меня, может быть, в ансамбль возьмут. Между прочим, сегодня Юра мой этот ненаглядный, незабываемый. Он программист в Америке. И мы списали русскими буквами очаровательную песенку. Выбирали по принципу, которая короче. На три куплета. Называлась песенка «Сольвейк». О том, как Сольвейк сидит у окошка, ждет своего возлюбленного Пергюнта. Он где-то шляется, ищет себе на задницу приключения. А она сидит у окошка. И она седая уже. И вот, наконец, дождалась, он из-за угла ты вывернулся. Я эту песенку потом пела годами. И объясняла, что вот так Израиль ждет нас, евреев, чтобы мы, наконец, вернулись. И смотрит в окошечко. Израиль женского рода, чтобы вы поняли. Страна женского рода, город женского рода, Иерусалим женского рода. Все главные понятия в иврите женского рода. Это я без всякого намека на феминизм. Это я просто предупреждаю. И мы поехали. И как прошло прослушивание? И в автобусе я учила наизусть. Неудобно же выйти и что-то там, ну по бумажке же не будешь петь. Я из трех куплетов два выучила довольно твердо. Как попугай, понимаете, выучила. А третий куплет мне почему-то не давался. Неважно. Мы с ним были сто вторые. Я помню этот день, как сегодня. Мы стояли, стояла огромная толпа у дверей. И действительно, на каждого минуты полторы. Потом раздавались хлопки. Большое спасибо, вы получите письмо. Наконец, его вызвали. И действительно, он только начал играть. Игра вон божественно. И тут же его прервали. Сказали, вы получите письмо. Он сказал, минутку, у меня с собой певица. Певица, это якобы, это первый раз в жизни кто-то сказал, что я певица. Но меня надо было видеть. Я, конечно, была довольно эффектная зрелища. Во-первых, во мне было сто килограмм весу. И волосы были ниже пояса. В-третьих, очень румяные щеки. Очень такая, знаете, такая прямо пищная, красивая, слышишь? Очень. Я вышла с этими волосами распущенными и стала петь вот эту песенку «Сольвейк». Поскольку два куплета, а он сказал, ты не волнуйся, тебя прервут уже на первом куплете. Я пою первый куплет, меня не прерывают. Второй пою, не прерывают. Третий я трагически не помню. И я находчиво стала опять петь первый и второй. И меня опять не прерывают. Тогда я третий раз затянул, он продолжает играть. Я третий раз пою первый и второй куплет и сяк. Мой репертуар, как говорится, и я тоже находчиво. Я тогда очень плохо знала иврит, почти никак. Но слово «всё» я знала уже. Я сказала вежливо «это всё». Вот мне из комиссии сказали, может, я что-то ещё знаю. Я знала один псалом. Его пели, как говорится, хором. Я спела псалом. Это знаменитый псалом «Гэвейну шалом алейхим». Потом, кстати, пять лет голос Израиля, который вещал на Россию, заставка была именно моим голосом спета. Вот именно это «Гэвейну шалом алейхим». Мы принесли вам мир. Они сказали мне в комиссии, что вы ещё знаете. Тут совсем стало худо, потому что я больше не знала ничего. Тогда и Юрий так боком повернулся и сказал, давай частушки играй. Какие-то частушки я помнила, приличные, неприличные. Потом я стала выдумывать на ходу, это мне труда не составило. Я пела минут 15 частушки. Это много, кстати, для частушек. Комиссия ужасно раздухарилась, ужасно раздухарилась. Топали, хлопали, прыгали уже. Танцевать ещё не танцевали, но уже близко к тому. И, в общем, тоже как-то уже от частушек я устала и сказала опять своё одиозное слово «это всё». Вот, через три дня я получила письмо, что я назначена певицей в государстве Израиля. Мне дали режиссёра, мне дали учителя фонетики языка иврит. И я получила предназначение, прямое направление в один из самых лучших залов, это ЦАФТА Тель-Авивская. Что через восемь дней у меня первый концерт на испанском языке. Почему? Объясняю. Потому что приехала другая новая репатриантка. И она, она, кстати, потом стала танцовщицей с мировым именем. Это танцовщица фламенко Сильвия Дуран. Она еврейка, и она основала школу своего имени. А по традиции должен кто-то с гитарой сидеть на углу сцены между танцами и играть какой-то романс или петь какой-то романсеро. И я за эти восемь дней оставшихся мне жизни, я выучила одиннадцать испанских, аргентинских танго-романсов. Среди них половина по наитию оказались на ладину. Ладину – это сленг еврейский, средневековый, испанских евреев. И пошла петь. Это только вот по абсолютной неопытности. У меня тогда не было ни боязни сцены, ни вот этого мандража, который появился с годами мучительных. Потому что меня иногда трясет перед концертом, хотя этот концерт в доме для престарелых, где половина просто не слышит, что я пою. Однако колотит меня страшно. Я очень нервничаю перед выступлением. До секунды выхода на сцену. Вот такой был первый концерт. И я его отпела без всякой шпаргалки. Я выучила наизусть, представляете? А выучили фонетически? Фонетически, русскими буквами. У нас в нашем, так, это называлось центр абсорбции. В нашем центре были люди из всех стран. У меня была приятельница из Аргентины. Естественно, что она знала испанский. Она диктовала. Русскими буквами я записываю. И самое. Вот меня, конечно, там сверху отслеживали. Это мне очевидно. Потому что первая вещь, которую я выучила, коротенькая оказалась, принадлежит Перу Блаздуотеру. И посвящен этот романс. Я-то думала, просто красивая песня. А он был посвящен 500-летию изгнания евреев из Испании. Представляете? Это же надо было. Не зная ни звука. Это сегодня я понимаю португальский, понимаю испанский. И не подумайте, что я такая образованная. Я просто люблю сериалы смотреть, мольные оперы. Особенно бразильский. Я считаю, что это великолепно сделанные вещи. Они говорят по-португальски. Так я уже заодно и понимаю. Вот. Вот так стала певицей. Через месяц меня пригласили в театр «Хан» на постановку «Солдата Чонкина». На иврите шел спектакль. А меня режиссер посадил также в углу и хотел, чтобы я пела военные песни. Красная армия. Я отказалась категорически. Сказала, что у меня аллергия на них. И я не могу петь. Красная армия. Я буду петь песни барда. Вот оттуда я и узнала. И я выбрала солдатские песни. Акуджавы. Там песню солдатскую. Знаете, «Журавль пони булетит», «Кима». Да, да. «Мы похоронены где-то под Нарвой Галича». Был изумительный куплетист, переводчик песен из театра «Габима» и «Изера Бинчик». Светлая его память, его уже нет в живых. Он в 30-е годы приехал из Москвы с театром «Габима». И он переводил для меня песни на иврит. А он всегда говорил, я не переводчик, я куплетист. Это другая профессия. Потому что переводчики пишут стих, а я, говорит, песню перевожу. Песню. У него алитерация длинного «о», понимаете, в припеве. В иврите повторялось «о» в этом месте. Понимаете, этот перевод петь было настолько пленительно и правильно. Вот он изумительно перевел первые песни для меня. Акуджавы, например. Для меня переводил такой великий переводчик, как Яков Шарет. Он, кстати, сын одного из наших премьер-министров, Маше Шаретта. Как мой муж всегда шутит. У нас все и немножко еще и шьют рядом. Там премьер-министр, он тебе переводчик, этот тебе там стихотворение напишет. Тот тебе там подарит что-то для того, чтобы... Сам Акуджава слышал? Конечно. Акуджава был четыре раза в Израиле. Познакомились мы с ним в Париже. Опять же, мистика. Мистика абсолютная. Потому что я была одна из тех, кто записал... Я записала практически первую пластинку песен Акуджавы в Тель-Авиве, когда еще вне России его записей не было никаких. Никаких. Вот на носителях, понимаете? Не было ни кассет, ни пластинок виниловых. Внутри России там Кругозор или Мелодия. По-моему, уже что-то выпускали из киноверсии. А я записала 15 песен Акуджавы. Тоже очень забавная история. Я просто шла летом по раскаленному Тель-Авиву. И вдруг на меня набежал небольшого роста, очень смуглый и очень курчавый человек, который ткнул меня пальцем и наибрите сказал, а я тебя знаю. Ты, говорит, Акуджаву. Акуджаву поешь? Я говорю, пою немножко. Он говорит, идем ко мне в подвал. Так ласково, зазывно сказал. Идем ко мне в подвал, Акуджаву будем петь. И я так простодушно с ним поплелась в его подвал. Он оказался... Это был Дуду Эль-Арар. Это был самый знаменитый продюсер Израиля. Он выпустил перед тем, как записать песню, 15 песен Акуджавы, мою пластинку, он выпустил сегодня абсолютный раритет. Это была пластинка, называлась Алохалахеврая, шла компания. И там была песня Галича, песня Высоцкого, песня Акуджавы. Он был любителем. Вот такие попадаются. В подвале у него была студия. За два вечера мы записали 15 песен Акуджавы, и он отправил меня в Париж на презентацию пластинки. Дал 100 штук. Кстати, когда я вернулась, пластинки уже не было ни одной, не подумайте, что ее продали. А там была какая-то совершенно невероятная романтическая история. И жена этого Дуду стреляла в Дуду, потому что обнаружила любовницу, подожгла. Склад, склад сгорел. Дуду попала в ногу, он лег в больницу, я приехала к разрухе. Я понимаю, почему вы любите бразильские сериалы. Не говори. Вы себе представьте эту кулизию. Я приезжаю из Парижа, и уже ни пластинок, подожженный склад, она сожгла ему всю продукцию. Видно, заревновала. Я так прикинула. Но в Париже я пела в роскошном зале, и концерт был удачный. Очень странная публика. Представьте себе 80-й год. 80-й. Немножко французов, чехи, поляки, публика. Первая русская эмиграция. Уже очень немолодые люди. И я во втором отделении, видя, что не то чтобы холодновато, но я абсолютно чужеродное существо. Я что-то пою и пою. Я говорю, может быть, кто-нибудь хочет что-нибудь услышать. И вдруг встает сам Акуджава. Булата Акуджава. Сидит в предпоследнем ряду. А он приехал. Совпадение. Первый раз его выпустили за границу в западную страну подписывать договор об издании его переводного крохотного сборничка на французский язык. И он сидит в парижском зале. Узнал, что какая-то певица на русском языке опять будет. И пришел. Он встал и сказал, а вы меня на ибрите знаете что-нибудь? Слава тебе, Господи, я знала. Ну, я же пела в театре про Чонкина, понимаете? Я знала ночной разговор. Мой конь притомился. Стоптались. И я знала молитву, которую как раз переводил сын премьер-министра. Классический перевод. Изумительный совершенно. Немножко архаичный, но по-настоящему молитвенный. Потому что, вы знаете, вот я ни минуты не кривлю душой, но я через раз до сих пор мучительно молюсь, когда пою эту песню. Я вам, я вот сейчас не пытаюсь интересничать. Я говорю правду. Я говорю правду. И вы знаете, я ему спела это. И мы, он был еще дней пять в Париже, и я примерно столько же. И вот мы ходили, очень много разговаривали. Он был настолько пленен ивритом. Я думаю, что это шло не от красоты языка, от мучительного интеллектуального понимания, что спетая на иврите доходит прямо до неба, прямо к Богу в уши, понимаете? На языке Бога. Да, да, да. Совершенно. А это, между прочим, моя крылатая фраза. Я на фестивале международном сказал, а я спою вам молитву на родном языке Господа Бога. И это пошло по телевидению. И потом дикторы начали это повторять. Вот. И он мне тогда подарил песню. Я страшно этим горжусь. Римскую империю. Он написал ее в самолете. Я была... Я взяла у него интервью для русскоязычного журнала, толстого литературного в Израиле. И я эту песенку пела. Римская империя. Время не упадка. Вот. И привезла ее, конечно, в Израиль. Он мне ее напел. Он ведь, понимаете, Булат... Вот вы, правда, в анонсе сказали «Исполнительница песен Булата Акуджаба». Я пою очень много авторов. Очень. Просто Булат – это совершенно отдельная страница. И моей жизни, и моей биографии. И у него есть одна песня. Помните? «После дождичка небеса просторные». И там в припеве все время... Как эта музыка проливается прямо в кровь мою. Вот его музыка, которую он не ценил. Он не понимал, что он великий мелодист. Не понимал. Это я вам свидетельствую. Он знал, что он большой поэт. Но он совершенно не ценил музыкальный дар, который у него был от Бога. И вот эта музыка его у меня в крови. Понимаете? Я ее слышу, даже когда он ее еще и не сочинил. Вот он у нас в последний приезд написал целый цикл дома, прямо на кухне. И там была песня, стихотворение о девочке-солдатке, на которую я сразу присочинила музыку в абсолютно его стилистике. И он сказал, хорошая музыка, пой так. А я говорю, Булат, это ваша музыка. Это версификация вашей музыкальной мысли. То есть, конечно, везде пишут Элгерштейн, это Лесна, но это его музыка, понимаете? Он бы так. Я его вообще этим развлекала. У нас, у него было плохое настроение. Я с ним выступала не меньше 20 раз в концертах в разных странах. Он меня приглашал в свои концерты петь на иврите. Две-три песни хотя бы. Ему это очень нравилось. И у него было плохое настроение перед концертом. И чтобы его отвлечь или развлечь, я ему пела его песни, например, написанные Исааком Шварцем. Как если бы он сам и сочинил. Он так хохотал, так радостно и так, знаете, чтобы просто развеять, чтобы у него не было... Он думал, что он не любит выступать. Он меня, Экима, обзывал буквально. Он говорил, вы же выступальщики. Он думал, что он не любит выступать. Я это видел, что это просто артистический мандраж. Он умел это делать. Умел. Но меня научил одной очень важной вещи. Очень важной. Еще в первые буквально концерты. Там я говорю, что-то голоса нет. Что-то голос сел. Он говорил, никогда не кокетничай залом. Никогда. Я, говорит, раньше вот выйду, говорит, петь к людям. И говорю, вы уж простите меня. Играю я плохо очень. Пою тоже, петь не умею. Однажды, говорит, в Сибирь куда-то приехал. Вышел на сцену. Говорю, вы уж простите, говорю. Играю я плохо. Петь не умею. Встал мужик посреди зала. Говорит, что приперся? Не кокетничай с залом. У нас, я вижу, страшные глаза звука режиссера. Сейчас время небольшой паузы. После чего мы должны продолжить наш разговор. Лариса Герштейн сегодня в нашей студии. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Лариса Герштейн – исполнительница песен. Не только была, так уже Галича, на стихе Ахматовой. И огромного количества других поэтов и Серебряного века, и современного. Но еще к тому же бывший вице-мэр Иерусалима. И вообще, огромное количество вопросов, историй, которые связаны. Правда ли, что вы учили будущих американских шпионов русскому мату? Правда. Я делал это три года. В оккупационных войсках около Мюнхена была военная база. И меня туда наняли за очень хорошие деньги. Очень хорошие. Работа мечты. Ну, тяжелая работа. Во-первых, по 8 часов в день. Правда, группа три человека всего. Методом погружения, естественно. Я их учила очень важным вещам. Потому что дело в том, что там была же история. Это были 80-е годы. И был сбит, помните, корейский авиалайнер. И после этого, когда начали мониторить разговоры летчиков, в принципе, американцы начали это отслеживать. Они думали, что те разговаривают каким-то шифром непонятным. Потому что специалисты по русскому языку были, а по вот этой специфике ненормативной лексики не было. И они думали, что вот это слово там упал с забора или тебя обманули. Слово такое похоже, ни на что. И вот меня взяли преподавать. Между прочим, по рекомендации Платона. Некрасова Виктора Платоновича. Он был знатный, знатный матершинник. И меня порекомендовал. Меня взяли. Это очень странная была работа. Более того, когда пришел вот 89-й год, все мои студенты стояли в оцеплении у Берлинской стены. Потому что офицеров погнали вот туда, в оцепление, в западный Берлин. И как-то жизнь очень мной интересно распорядилась. Я очень часто оказывалась в роковые минуты в нужном месте и в нужное время. Это удивительно, но это правда. И каждый раз, в общем, живая и сравнительно целая выходила из этого. Понимаете, это не всем дано. Это очень было интересное время. Очень интересное время. Более того, когда мы уже уехали из Мюнхена и вернулись в Израиль, потому что мы работали на Радио Свободы 6 лет, то меня вызывали в эту школу, видно, не нашли лучшего специалиста. Через год еще раз на два курса. Я потом еще выпустила несколько выпусков, которые работали уже на постсоветском пространстве, вот в разных американских посольствах, чтобы они могли понимать. Более того, я их учила понимать не только мат, анекдоты и песни. Потому что без этого, собственно говоря, языка нет. Вот юмор, шутки двусмысленные. Двусмысленности, совершенно верно, сплетни. Потом, когда я основала в Израиле уже для русскоязычных журналистов школу журналистики, и выпустила 92 человека, это очень много, которые тоже стали, например, пресс-атташе при каких-то политических деятелях, работали на радио. Мой предмет был, разумеется, уже мату-то русских учить не надо. Я учила их, предмет назывался сплетни. Я их учила, да. Я считала, что журналисты, попавшие в такую маленькую, такую остро живущую страну, должны знать сплетни. Кто с кем, кто почем, кто кому кем приходится, у кого двоюродный брат служил в одном взводе вот с этой, вот которая сейчас все время мелькает там-то, понимаете? Учила сплетни. У меня кого только среди студентов нет. А сплетни и, скажем, журналистика, они каким образом связаны? То есть насколько... Прямым. В нашей стране прямым. Прямым. Это может быть у вас сдержанность балтийского народа, и вам неважно, вмешательство в личную жизнь недопустимо. А у нас оно повседневное. У нас все знают, сколько, чего, с кем, когда, куда пошел, когда вернулся. Будучи, каким образом вы оказались в политике, каким образом вы стали вице-мэром Иерусалима? Хороший вопрос. Вы знаете, не поверите, можно я отвечу честно? Я пошла на выборы из азарта. Из азарта. Я была главой женской организации «Женщин новых репатрианток», потому что это был 92-93 год. Представьте себе, острая, громадная алия, то есть эмиграция, громадная. За буквально считанные пять лет приехало более миллиона человек. Миллиона. В шести миллионную страну, в пяти миллионную. И мы всех приняли, но первые годы, год, два, три, четыре, даже пять, очень тяжелые, потому что, как правило, у мужчин поголовная депрессия, потеря статуса, потеря зарплаты, потеря понимания цели и жизни существования. Женщины шли на любые работы, любые языки. И представьте себе, я же певица, я же знаю, что такое зал. Вот зал, например, представьте себе, зал 700 человек. Это большой зал, правда? Вот концертный зал. Это в неделю приезжало в Иерусалим 700 человек, новоприбывших, без языка, без квартиры, без работы. Их надо было устраивать, их надо было утешать, их надо было выслушать. Понимаете? Ко мне приходило от 30 до 40 человек на прием депутатский в день. А я возглавляла до этого женскую организацию, чисто добровольно, заодно уже. Работала в газете, работала там, тут. И устраивала такие, знаете, вот ярмарки ручного труда, кто на что гараж, чтобы как-то выжить. Устраивала детские сады на дому, например. Это было очень модно устраивать вот такие малочисленные, на 8-10 детей детские сады. Законом это разрешалось. Устраивала какие-то выставки художников, например. Чтобы что-то у себя дома устраивало такие выставки. Потому что дом как бы уважаемый, можно было позвать кучу народов, старожилов, местных жителей. Чтобы что-то купили, поддержать. И вот на этой волне меня выдвинули кандидатом. Я не принадлежу никакой партии. И в личном качестве я выбралась. Это бывает. Это бывает, понимаете. А потом на вторую каденцию, на третью уже не выбралась. И я думаю, что меня вверху пожалели просто. И отпустили пожить. Пожить. Вы не знаете, что-то какая-то каторга. Когда ты все время должен. Должен. Понимаете. Когда это чудовищная воронка ответственности. Общественной и личной. Когда от тебя зависит куча народу. Когда ты входишь в совет безопасности едва ли не самого проблематичного города мира. Который то обстреливают, то это. То он является объектом торговли какой-то странной, международной. Когда все время говорят, что Русалим, он израильский или он не израильский. Знаете, когда на него претендуют непонятные, малосуществующие народы и так далее. Это не так просто. А я сменила много портфелей за эти 10 лет. У меня был и портфель конфессий. То есть религии. Я, например, я вам, по-моему, до этого сказала, что я по традиции должна была 2-3 раза в год устраивать для всех патриархов ужин официальный. 92 человека. 92. 92. Вы не представляете, в рамках одной конфессии разные направления. И церковные, и веровательные. И они все при этом не дружили друг с другом, мягко говоря. Надо сделать так, чтобы они не встречались. У меня был портфель иностранных дел. У меня первые 5 лет был портфель именно той самой абсорбции. То есть устройства новых приехавших людей. Это страшная работа была. Страшная. Я дома бывала по 2-3 часа в сутки. Вы не представляете, первый год, я думаю, оглядывая, что я вообще жила без сознания. Понимаете? Это было очень непросто. Поэтому я не назвала бы это политикой. Я бы назвала это сугубой тяжелой практикой. Но, тем не менее, первый вот парад победы в Иерусалиме... Это мой. Да, это моя заслуга. И знаете, я это сделала ради стариков наших. Ради стариков наших с медалями. Потому что, тем более, и языка они могли выучить. И уже очень немолодые люди. И какое-то вот это униженное состояние. Чужой вокруг страны. Чужого языка. Ничего. И тогда я организовала парад, чтобы они одели форму, одели ордена и пошли по главной улице города. Да, представляете? А в это время в России разруха. Никакого парада. 90-е годы. В 95-м году я даже медали Иерусалимскую выпустила за победу над нацизмом. Значит, и я вот... Они шли немного там, полкилометра где-то. Но по центральной улице города был остановлен транспорт. Как я умоляла полицию дать мне взвод. Как я умоляла армейских начальников дать мне хоть какую-нибудь симулянтов, вот небольшую роту, чтобы как-то вот преемственность поколений. Надо было организовать тенты, потому что май месяц уже жарко, а это немолодые люди. Кепочки, стульчики, вы не спрашивайте. Это была такая головная боль. Но только через год, два, три наши политики очнулись и поняли, что же это... Это же по улицам электорат идет. А я всех их умоляла прийти на парад, сказать что-нибудь. И никто не шел. А потом, когда до них дошло, медленно доходят, то они пришли. Там был очень смешной случай, потому что я кокетничать не буду, страшно находчивый. У меня очень быстрые мозги, такие вот шустрые. И я помню, как первый же парад, и на столах были выставлены батареи буквально бутылок и банок с питьем. Потому что мы полкилометра все-таки идем по улицам города. Жарко, надо, чтобы попили. У нас психоз, пить надо, пить надо. И наши старики, мои эти ветераны, как увидели эти бутылки, банки, как кинулись, все повалили, банки во все стороны. А зрители стоят. Но я не растерялась. Я пошла к микрофону на сцену и сказала, так мы брали Берлин. И как-то, знаете, вот это. Не могу не спросить. Вот постараюсь как бы корректно сформулировать вопрос. Понятно, что вот к празднику 9 мая у нас в Латвии какое-то очень сложное отношение. Я прекрасно понимаю, что у вас с советской властью были очень натянутые отношения. Очень. Мягко скажем. Очень. И тем не менее, вот парад победы, он в Израиле, в Иерусалиме, он совершенно другой, ну в него вкладывается другой смысл. Победа над гитлеризмом, безусловно. Более того, я была первым человеком, который вообще объявила вслух и показала городу и миру, Урби и Торби, показала, что евреи воевали. Вот они идут, вот это сплошные евреи, они воевали против Гитлера, раз. Потому что считалось, что со стороны евреев воевала английская бригада. Там 123 человека, это все. А это были сотни тысяч, которые не за страх, а за совесть бились с нацистами. Такими бились, понимаете? Они вряд ли понимали, что... Им было за что воевать. И вот этот страшный советский миф о том, что Абрам сидит в Ташкенте, позорный и унизительный. Он был разбит все-таки вот этими. Более того, в России от разрухи не было парадов. И тут начали их политдеятели. Там же это были годы смуты совершеннейшие. Они еще не знали, в какую сторону их качнет. А качнуло их, как обычно, назад, к себе, к родным. Вот, и они начали приезжать и тоже там кланяться и говорить, вот, оказывается, у евреев огромные заслуги. Вот, есть в победе над проклятой черной чумой нацизма и так далее. И я полагаю, что это правильно было сделано. Но моя задача была и политическая креда. Меня когда спрашивали, у вас есть политическая креда? Знаете, помню, где-то старый анекдот. Я говорю, да, вернуть этим людям самоуважение. Моя политическая задача была вернуть этим людям самоуважение. Уважение к себе. Понимаете? Плишком оно было потеряно. Вот еще очень важный вопрос, говоря вот о том, что Израиль принял огромное количество людей. Вот буквально это получалось 20% от существующего населения. Проблема беженцев в Европе. Вот почему мы все прекрасно знаем, насколько к ним двойственное отношение. Как, во-первых, вы относитесь к тому, что бегут в Европу. И это отношение с точки зрения, может быть, человека, который был вице-мэром. Должно ли это быть, как в либеральной традиции, мы должны этим людям, мы должны помочь. Не должны вы ничего этим людям. Раз. Кроме того, меня потрясает абсолютная слепота европейского общества к тому, что бегут молодые мужчины. Почему они свою родину не защищают? Я задаю такой, знаете, вульгарный вопрос, почему эти молодые мужики не защищают собственную жизнь, собственные семьи и собственную родину. Вот мне это совершенно раз непонятно. Во-вторых, идут не беженцы, а это абсолютная интервенция, на мой взгляд, в Европу чуждой, чуждой абсолютной этноса европейцам. Чуждого, мучительно враждебного, и с религиозной, и с этнической точки зрения. И, поверьте мне, бесконечно опасного. Бесконечно. Потому что не мечтайте ни о какой-то грации. Об этом и речи быть не может. Я вообще, и про Пакистан мне бы не хотелось там, а уж про Сирию. Понимаете, это очень жестокий народ, крайне исламизированный, который никогда не посчитается ни с чьими интересами, ни с чьей-то жизнью. И это, на самом деле, конечно, иждивенцы, и они затопчут Европу. Есть разные мнения по этому поводу, но считается, особенно, мне крайне не нравится злорадная точка зрения, так им и надо. Не надо, не надо. Европа, конечно, евреев предала в свое время. Предала страшно и предала безоглядно. Даже не спасая себя. Может быть, это возмездие, но я бы хотела, чтобы Европа выжила, а вот прямой уверенности у меня нет. Потому что вот это нашествие, оно чудовищное. Оно чудовищное. На самом деле атака, это интервенция, конечно, а никакое не бегство. Ну вот в Латвии действительно пока еще ситуация относительно спокойная, потому что у нас очень мало прибывается до беженцев. Хотя я знаю, что есть планы разместить, то есть Европа все время говорит, что вы обязаны, вы должны разместить у себя какое-то количество беженцев, пока вот наши политики как-то каким-то образом ухитряются отбрыкиваться от этого. Но будем надеяться, что это тоже, как бы, Латвия это минует. Но говоря про Латвию, еще вот один очень интересный аспект, насколько в годы войны, ведь известно, что была огромная, большая, очень еврейская община в Латвии, от которой остались буквально считанные люди. И вот в Латвии были люди, которые спасали евреев, то есть это, ну, самый яркий пример, это Жанис Липке, о котором сейчас снят фильм, и, слава богу, его вот как раз выбрали для того, чтобы он представлял Латвию на Оскаре. И были люди, которые возглавляли команды по ликвидации евреев, и, в частности, вот еврейского гета, и в Румбуле происходили расстрелы. Вот почему, как вы думаете, вот насколько для Латвии вот эта ситуация с легионом Вафен ССС, вот история гета, она является ли она, не знаю, вот позорной страницей Латвии, или это, в принципе, какие-то вот исторические факты, которые можно понять, объяснить и каким-то образом преподнести, ну, как вот... Как что? Как вот, ну, как что? Перестаньте искать слова, говорите прямым текстом. Говорю прямым текстом, что это... у нас были даже депутаты, которые откровенно говорили. В сороковом году было... вот мы увидели, что пришли не только русские, но и евреи, все комиссары были евреями, поэтому можно, и это буквальная цитата, можно понять, можно понять население, которое потом в своем возмущении, даже он не говорил, перегнуло палк, но вот это было искреннее... Конечно, можно понять, безусловно, можно понять. Особенно вот после революции, когда крестьяне выкалывали глаза дворянским лошадям, насиловали дворянских девочек. Все, ну, давайте круговорот устроим зла, все можно понять, чего там, давайте будем понимать. Я отказываюсь это понимать, и комиссары были, что чистая правда, и эти были, и те были, все хороши. Давайте с латышских стрелков тогда начнем, да, и так далее, и тому подобное. Тотальное убийство народа понять невозможно, и не нужно. Не нужно. Не нужно так откровенно вставать на сторону сатаны. Это всегда воздается обратно. Это всегда воздается. Более того, обратите внимание, конечно, уничтожали евреев и там, и тут, и здесь. И каждому народу за это воздастся. Обязательно. Причем некоторым неудачами вообще, государственного или национального склада. Некоторым небеса отказывают в талантах, некоторым нищета грозит. Обратите внимание, каждый потом получает по заслугам, каждый. И никто не ускользнет, никто. Потому что за зло не платится вот таким вот тотальным уничтожением детей. Ну, мое мнение, мое мнение, вы знаете, когда я выступаю очень во многих странах, и очень часто евреи Америки, Европы, говорят, вы, наверное, нас не уважаете за то, что мы продолжаем здесь жить. Вот не едем в Израиль, вот пятое, десятое. Мне всегда, я вовсе не презираю этих людей. Наоборот, я говорю, вы знаете, мы, израильтяне, живем в таком опасном месте, что вдруг с нами что-то случится. И тогда вам придется начинать все сначала. И у нас есть вы, понимаете? Поэтому у меня к вам самое доброе отношение. Спасибо большое. Это была Лариса Иосифовна Герштейн. Надеемся, успеем еще в другой раз поговорить на актуальной теме. Спасибо большое. До свидания.